МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную информационно-аналитическую программу «Взгляд с экрана». Дороги смерти. Власти озаботились безопасностью школьников на улицах. Удар по снюсам. Общественники объявили войну жевательному табаку. Власти Саратова озаботились вопросом безопасности детей в городе. На проблему обратили внимание после чудовищного убийства 9-летней Лизы Киселевой, которое произошло в гаражах Носхи. Инициативы саратовских чиновников оказались столь радикальными, что не остались незамеченными федеральными СМИ и ведущими блогерами. Разработать для каждого школьника индивидуальный маршрут от дома до учебного заведения и запретить от этого маршрута отклоняться. Вырубить все кусты, чтобы каждая улица просматривала с одного конца до другого. Проверить все гаражные кооперативы, установить там камеры. Такие предложения звучали на совещании, которое прошло в мэрии. Ранее губернатор Валерий Радаев распорядился создать в каждом муниципалитете специальную комиссию. Их задача проверить на предмет безопасности территории школ, детских садов и подходов к ним. Дорогу, по которой убитая девочка ежедневно ходила в школу, показали по Первому каналу. Столичная журналистка проделала тот же путь в сопровождении съемочной группы. Ну а ведущий программы, мужской и женский Александр Гордон, окрестил увиденное Дорогой смерти. Градус напряжения растет. Руководящий состав 18-й школы в действии. Появление съемочной группы у стен образовательного учреждения в разгар охоты СМИ на дороге к школам. Директор Юлия Соколова ведет по задворкам. Самый центр города. Но и здесь есть гаражи. Проходы через них закрыты, кругом цепи и замки. Комок злобы и клыки, как у тигра. Такая охрана у частного дома по дороге в школу. Надпись о том, что воровать здесь нечего, висит здесь не первый год. Вот Юнгеровка, поселок близ речного порта в заводском районе. Здесь живут дети и ближайшая школа 43-я. Расстояние до объекта проще понять по аэросъемке. Это больше километра в осенне-зимний период. Поздно светает и при этом рано темнеет. Так этот путь выглядит от первого лица. Тропы, тропы и гаражи, гаражи, гаражи. По факту есть более простой обходной путь. Но он гораздо длиннее. Все сокращают здесь. Да, все это захолустье и лабиринты дорог в гаражных кооперативах. Чтобы вы видели, это и есть дорога детей из Юнгеровки в школу номер 43. Она ведет до улицы Томской, а дальше до улицы Кономарева. Гаражный бум и изучение дорог к школам в Саратове начались после трагедии на улице Высокой. До 73-й школы не дошла 9-летняя Лиза Киселева. Путь к знаниям через гаражный кооператив позже получил название «Дорога смерти». Эти кадры сделаны наутро после задержания предполагаемого убийцы. К месту преступления стекаются люди с цветами и игрушками. Поражает тот факт, что гаражи сразу же наводнили люди в ярких жилетах, убирающие мусор. Следом подтянулась коммунальная техника. О, уборка. Смотри, уборка приехала. КамАЗ. Официально крестовый поход на гаражные массивы объявлен на совещании в мэрии. Михаил Исаев призывает провести инвентаризацию всех построек. Первым на очереди как раз тот самый, на Высокой. Мы поймем вот с этим массивом, как подойти к этому, потому что там либо есть управленцы, тогда надо понимать, что находится в собственности, какие права на земельные участки, что с этим делать. Потому что как только мы начинаем сносить, появляются собственники или не собственники, но те, кто владеет вот этим гаражом, кирпичи или металл. И, конечно, мы эту работу проведем. Все, что неблагоустроено в полуразвальном состоянии, мы будем инициировать снос. Снос или ограждение. Мы должны понимать обратную реакцию, потому что тут же появятся какие-то горожане, которые будут говорить, не трогайте, это наше. Но, тем не менее, мы за некий порядок после той разрухи, в которой сейчас находятся. Сейчас здесь активно устанавливают освещение и выпиливают деревья. Для понимания масштаба происходящего с воздуха видна вся территория рядом с 73-й школой. Путь через гаражи – самый короткий от верхних домов. Как говорят ответственные лица, в Саратове 234 гаражных кооператива. Это тысячи различных построек. В них творится настоящее беззаконие. Порядка 100 краш было за 9 месяцев зарегистрировано для разных строительных кооперативов. Ряд задержаний было в выявлении преступлений, административных правонарушений, связанных с незаконной реализацией алтогольной продукции, занятия незаконной предпринимательской деятельностью, различные СТО, пункты разбора, ремонта автотранспорта. Действительно, проблематика есть. Поэтому, в первую очередь, предлагаем провести такие мероприятия обследование гаражно-строительных кооперативов. В первую очередь, на районном уровне рассмотреть с предложения представителей гаражно-строительных кооперативов усиление мер безопасности. Во-первых, это освещение, установка видеонаблюдения, оснащение гаражных кооперативов охраной. Ну и здесь должны быть огорожены, чтобы исключить туда доступ посторонних крыльцев. Не гараж, а скелетированные останки постройки в Ленинском районе. Возможно, чей-то пристальный взгляд наблюдает отсюда, за вашими детьми, идущими на уроки в 75-ю школу Ленинского района. Неприятных случаев здесь не зарегистрировано, как и в тех гаражах, через которые шла Лиза Киселева до трагедии. Но это пока. Родители стараются обходить каменную ловушку стороной. Я живу за 4 года, и не всегда так. То есть никто ни к нему не убирал, не закрывали ни окна? Ну вот здесь вот заброшенный дом был, мы снесли. Малый дом. А это так стоит? Да. Фактически местная система образования признает наличие опасных дорог в школу. При этом создана система безопасных путей. Но только на бумаге. Зачастую же дети ходят так, как им удобно. Проверить правильность оформления схем безопасных маршрутов движения детей от дома до школы и обратно. При этом изучить схемы индивидуально с каждым ребенком, конечно, это уже работа классного руководителя, когда эти схемы прорабатываются непосредственно на классных часах, либо в неклассных мероприятиях. При необходимости нужно обновить заявление родителей о разрешении самостоятельного передвижения детей от дома до школы. Такие случаи у нас есть. И мы все с вами прекрасно знаем, что в этом случае мы берем письменное согласие родителей. Вот такие согласия нужно еще раз перепроверить. Как говорят в региональном министерстве образования, единственным контролером успешного появления ребенка в школе является утренний фильтр. Проверка руководителям состава класса. В случае с Лизой о ее пропаже стало известно только когда за ней пришли забирать из школы. Если ребенок не пришел на первый урок, он мог и опоздать, он мог и проспать, и все что угодно. Но если ребенок не пришел, уточнить и проинформировать родителей о том, что он не пришел, это, конечно, необходимо сделать. Но в данном случае это может сделать классный руководитель, то есть это человек, который непосредственно работает с классным коллективом. Тот, кто непосредственно осуществляет контроль за прибытием детей на учебный процесс. Но все это хорошо, если с ребенком ничего не случилось по дороге до школы, ведь ходить нам приходится совершенно по странным местам, даже недалеко от исторической части Саратова. Дно Глебчевого оврага. Здесь вокруг частный сектор. И для многих это путь, так же дорога до работы, а для кого-то и до места учебы. После этих событий в гаражах многие вспомнили про программу «Безопасный город с видеокамерами». Да вот только их объективы, к сожалению, направлены не на то. Камеры были куплены, комплекс, несколько лет назад. Он был направлен на нарушение, скажем, скоростного режима, правил дорожного движения, фото-видеофиксация так называемая, и камеры, которые установлены на других территориях. На сегодняшний день мы выделяем деньги только на их поддержание. Что касается самого проекта «Безопасный город», это федеральный региональный проект, это совместная работа с МВД, потому что они выстраивают эту логистику там, где необходимо, в каком качестве, каким ракурсом, какого типа камеры. А сейчас уже немногие вспомнят недавнюю саратовскую трагедию, когда зимой ребенок провалился в люк. Тогда незакрытым крышкам была объявлена настоящая война. История подзабылась, открытые люки так и остались, причем рядом со школами. Продолжим тему подростковой безопасности. Саратовские общественники объявили войну с Нюсом. Проблемы употребления несовершеннолетними, всевозможных вредных и опасных веществ обсуждали на этой неделе в стенах региональной общественной палаты. Несовершенство законодательства, хитрость и уловки продавцов делают доступным для подростков не самые полезные для организмов субстанции. На их фоне даже пиво в подъезде выглядит невинной шалостью. Круглосуточные наливайки в жилых массивах, распадившиеся по всему городу ларьки с надписью «Табак», они, кстати, в последнее время стали появляться в самых людных местах. И вот теперь новое увлечение – жевательные смеси. СНЮС – это вид некурительного, бесстынного табака, основным компонентом которого является никотин. Вот в одном таком пакете СНЮС задержится никотин и в 5 раз больше, чем в обычной сигарете. Поэтому, когда производители утверждают, что с помощью СНЮСа вы сможете бросить куритель, то это неправда. Более того, многие специалисты утверждают, что психологическая и физическая зависимость от жевательного табака намного сильнее. И избавиться от нее крайне трудно. СНЮС, который мы совершенно свободно приобрели в одном из магазинов Саратова, вовсе не жевательный и якобы бестабачный. По крайней мере, так заявляет производитель. Таким образом, запрещенный в России с 2015 года табачный СНЮС вновь появляется на российских прилавках под видом жевательной бестабачной смеси. Обходя закон, производители убирают из названия запрещенные вещества и придают их всем, причем даже подросткам. Раньше был шведский, вот так и в Швеции все в основном сНЮС кидают. Но у них он с табаком. У нас как бы нельзя продавать с табаком, так что он запрещенный. И русские просто сделали без табачи. Есть вот такие зеленые пакетики, он как бы на травах сделан. А здесь белый, он целевой сделан. Он нереально помогает, просто скажем. Да. Существует много сНЮСов разных по крепости, по вкусу, брендам и граммам. Состав один – никотин в высоких дозах, вода, соль, целлюлоза и канцерогены. Первичное употребление сНЮСа может показаться кому-то почти не опасным, но это ошибочное суждение. Прием сосательного табака способствует спазмам и сужению сосудов, онкологической патологии полости рта и органов пищеварения, развитию ишемической болезни сердца. Однако обо всем этом те, кто продвигает пакетики с никотиновым ядом, вам не расскажут. А у него вред какой-нибудь есть? Наверняка есть, просто не могу сказать. Ну, со слизистой может быть что-нибудь. Еще одно новомодное увлечение появилось среди российских подростков – снифинг – процесс вдыхания газа из баллончиков для заправки зажигалок или самих зажигалок. Снифинг уже вербует адептов, которым ГУБА исполнилось 10 лет. Мы не будем показывать страшные видеоролики из интернета, где российские подростки забавляются вдыхая газ. Скажем лишь, что эта забава несет смертельную опасность в себя снифингера. И даже если после первых экспериментов он остался жив, в будущем это ведет к серьезным последствиям. Смерть наступает от того же, что и при отравлении газа. Острая кислородная недостаточность, гипоксия, потом остановка сердца. За последние годы в России из-за этого модного развлечения погибло десятки детей. Тысячи нанесли непоправимые средствами на здоровье. Проблема новых увлечений молодежи обсуждалась на совместном заседании комиссии по физической культуре, спорту и молодежной политике, региональной общественной палаты и федерального проекта «Трезвая Россия». Здесь же вновь заговорили о так называемых наливайках. Законопроект о дополнительных запретительных мерах розничной продажи алкогольной продукции уже принят в первом чтении Государственной Думы 24 сентября. Часть предпринимателей понимает, что это определенная прибыль. Они специально открывают свои магазины, ну, допустим, рядом с продуктовыми магазинами или с сетями, которые продают алкоголь, но в дневное время, да, те, кто работают в рамках закона. Получается, одни в 22.00 свою дверь закрыли и ушли, а вторые зажгли витрину, открыли дверь, и, пожалуйста, те, кто не смог попасть туда, заходите. Естественно, ночью за алкоголем идет, ну, так скажем, маргинальная публика, маргинальные люди, которые приходят туда либо уже в состоянии алкогольного опьянения, либо, выходя оттуда, там же на месте практически у двери, начинают это употреблять, они шумят, они нарушают общественный порядок, покой, не дают людям спать, пристают гражданам, которые идут мимо, да, там многие говорят, что им просто домой идти, страшно возвращаться. Мы здесь видели пьяных, мы здесь видели упавших людей, мы здесь видели умерших людей. Что покупаешь? Что ты ешь? Сперва. Где участковый, чтобы он просто рейд провел и сказал, господа, уходим отсюда и не сидим здесь. Во всем цивилизованном мире существует подход к торговле алкоголя очень простой. Первое нарушение это большой штраф, второе нарушение от отзыва лицензии. Все. Мы все время топчемся на одном и том же месте и не можем решить, разрубить этот город и фузел. А все очень просто. Ну, не получается убеждениями, значит, нужно принимать какие-то кардинальные меры. Мы направили по материалам, присланным нам правоохранительными органами, приостановили две лицензии, действия двух лицензий. На аннулировании сейчас в арбитражном суде находится заявление по аннулированию лицензии у организации, которая называется «24 градуса Сарана». За этот период мы отказали 13 организаций получили лицензии, так как их торговые объекты, так как их объекты общественного питания не соответствовали вот этим минимальным установленным требованиям. Если в случае с алкоголем ситуация хотя бы сдвинулась с мертвой точки, то со снюсами и снифингом все намного сложнее. Здесь одними запретительными мерами не обойтись, считает координатор проекта «Трезвая Россия» Евгений Малявко. Для того, чтобы все-таки запретительные меры имели больше эффект, нужно, и мы об этом постоянно говорим, создавать дополнительные условия, создавать альтернативу, здоровую альтернативу, привлекая лидеров общественного умения, спортсменов, творческих личностей, которые показывали, что именно сегодня человек успешный, если он здоровый, человек, ведущий здоровый образ жизни, занимающийся культурой, спортом, творчеством, культурой, активно И нужно создавать дополнительное, что уже делала на своем премии, общественная палата показывала, социальную рекламу в кинотеатрах, в интернет-пространстве, в социальных сетях, где сейчас очень много молодежи сидит, конечно же. Да и по улицам города на баннерах тоже это нужно делать. Основной проблемой, с которой сталкиваются психиатры Евелина Плята, это нежелание родителей признавать, что их ребенку нужна медицинская помощь. Многие, узнав о том, что подросток употребляет, думают, что смогут сами с этим справиться, не хотят выносить ссоры из избы. Да и школьные психологи урезаны в правах настолько, что они не имеют права выявлять, а просто ставят в известность родителям, что с его ребенком что-то не так. Начинает плохо учиться, трудно запоминать, на все вопросы родителей, на некоторый прессинг родителей, начинает плакать, не объясняет ничего, портится настроение, перепады настроения. Синева, там синие круги под глазами снижается или наоборот повышается аппетит, нарушается сон. Если ребенок, у него мозг уже стал зависим от одного химического вещества, то в дальнейшем это, конечно, будет рост толерантности, то есть устойчивый. Все больше и больше надо этого вещества для получения того состояния, к которому они стремятся, потому что уже психическая зависимость возникает. И в конечном счете могут переходить и на наркотические вещества, и на любые другие. Если вы заметили, что у вашего ребенка появились вышеперечисленные признаки, не затягивайте. Обращайтесь в детскую поликлинику. Специалисты призывают быть внимательнее к своим детям и всегда быть в курсе их дел. На этом все. Встретимся через неделю. Надеюсь, она подарит нам массу интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова